Филиппинские языки, ну как я в предыдущем клипе говорил, вот разделение малайско-полинезийских на ветви дискуссионное, то есть поэтому филиппинские языки это теория, которой придерживаются в частности там такие Давид Зорг, Роберт Бласт, вот они полагают, что языки все Филиппин, а также Северное Сулавеси, то есть там примыкающий остров Индонезии, там есть языки похожие, вот это вот все значит группа филиппинских языков, на их взгляд. Языков на Филиппинах очень много, наиболее такие крупные пожалуй и Лакана, буду о них говорить, сейчас посмотрю, что еще у нас, Банток, Баталан, в общем довольно я так надолго завяжу про эти филиппинские, потому что их в принципе так много, Тагальский язык, весьма там тоже распространен Панданский язык, Бекольский язык и так далее. В общем где-то так до середины октября планируются вот эти самые филиппинские. Реконструируются вот сторонники этой теории, то есть она не общепризнана, реконструируют протофилиппинский язык, и вот можно посмотреть на согласные по одной из реконструкций, то есть это вот реконструкция Ламзона, но выделяются палатальные, кстати, мягкие, да, как вот у нас славянских, но только три. Как мы видим опять, значит, количество согласных в целом небольшое, много задних, но преобладать будут языки в самом сонорной, там МА, ЛА, ТА, так вот все будет, РА, ТА. Вот, ну это одна из реконструкций. Тут даже в английской Википедии еще штуки три всевозможных реконструкции, причем многие из них меньше выделяют согласных. По всей видимости, было четыре гласных, А, И, У и этот неопределенный такой УМ. Лексики довольно много общей нашли, вот, например, табличка. Вот основные, собственно, языки, кстати, финикийский, Тагалок, Илакана, Капанган и так далее. Вот, про них в основном буду рассказывать. Ну, по табличке, да, очевидно, что родственные. Ну, АСА, вообще-то, это общее малайское слово, оно и в этих, и в тайваньских есть. Ну, и что интересно, очень много всяких мелких там растений, мелких рыбешек, характерных именно вот для Филиппин. Для них есть общие слова в филиппинских языках. Но, возможно, это заимствование. Просто вот в силу того, что они в каких-то одинаковых условиях живут, у них распространились словечки, вот, какой-нибудь там, анчоус, там, какую-нибудь там, рыбку, там, макрель, там, какую-нибудь, они называют все одинаково. Но это может быть и не доказательство родства, а это может просто вот общее слово. Очень много для конкретных растений общих слов филиппинских, которые даже вот у нас и слов-то для таких растений нет, а у них вот прям общее слово для всех филиппинских языков. Внутри... А, ну и имеется дискуссия, это оспаривается, в частности, Лоренц Рейт отрицает единство этой филиппинской группы и другие исследователи. То есть в настоящий момент много других тоже классификаций этих, малайско-полинезийских, и многие не выделяют. Также такие есть Малькольм Рос, Грей и прочие всякие исследователи, которые критикуют выделение этой группы, так как нет оснований там серьезного сходства, допустим, грамматики, которая бы отличала от других малайско-полинезийских, и лексика какая-то показана, какая-то нет и так далее. То есть критикуют. Помимо того, что критикуется само выделение этой группы, также дискуссии продолжаются по поводу подгрупп. В частности, Зорк в 1979 году делил все филиппинские языки на северные и южные. Вот к северным филиппинским, в частности, и Лакана относил, к Апампанган тоже довольно там популярно и прочее. А к южным как раз вот относил то, что на мелких островах, на примыкающих вот этой самой Индонезии, тоже там похожие, да. Ну и, кстати, к южным как раз Тагалок относится, который там весьма распространен на центральных Филиппинах. Бласт выделил, наоборот, 12 даже подгрупп. То есть есть другая классификация. Есть классификация, что северная и южная, есть классификация на 12 групп. Каждая, в общем, отдельная считается. Языков там на самом деле очень много, я буду только самые главные, и то затянется. То есть там их сотни на филиппинах языков. Ну и коротенько я буду про какие-нибудь мелкие языки говорить. Но, конечно, в основном все будет посвящено именно крупным языкам по числу носителей.